Мир логистики сложный, неоднозначный и важный для любого бизнеса. Наверное, так могут сказать те, кто мало знает, что это такое. Но здесь сегодня на бизнес-завтраке собрались как раз те, кто много знает, что такое логистика. Важные вопросы, необходимые акценты будут рассмотрены на сегодняшнем событии. Елена Ларина, Алексей Рябков, Анна Просвирина, телеканал «Артпитер» также будут вникать, узнавать и понимать, что такое мир логистики. Бизнес-завтрак – важные темы, актуальные вопросы. Модератор этого события, можно сказать, даже создатель, я так понимаю, этого события. Алексей Гагаринов, генеральный директор компании «Си Шиппинг». Алексей, что сегодня будет? Сегодня будет много интересного. То, что пока мало кто знает. Знаете, бывает так, что ищешь какую-то идею для бизнес-завтрака и не можешь ее найти. И от нее отказываешься. То есть переносишь само мероприятие. У нас так было. Мы в январе сидели, обсуждали идею для бизнес-завтрака в феврале. У нас была назначена дата 15 февраля. Но мы не могли придумать идею. То есть все идеи, которые мы перебирали, они не подходили. Неинтересные. Но в начале февраля... И мы отказались в итоге от проведения бизнес-завтрака в феврале. Перенесли его на апрель. И в начале февраля идея сама пришла. Так вот неожиданно. С пятницы на субботу ночью. Сегодня мы будем разбирать практически аспекты общей аварии. При посадке судна на мель. Очень много различных нюансов всплывло. И мы их будем освещать. В целом, я уверен, что сегодня будет интересная дискуссия. Потому что собрались в зале люди, которые непосредственно принимали участие. Люди, чьи грузы были на борту судна. В общем, все были в процессе, знают. И мы сегодня будем как раз говорить о том, что законодательно поддержано в наших действиях. Что не поддержано. То есть развеивать различные фейки. В общем, много интересного. В начале февраля, с пятницы на субботу, судно «Файнфиш» село на мель. Внезапно. Неожиданно для всех. И, в общем-то, у нас появилась, благодаря этому, тема для того, чтобы сегодня собраться и обсудить все, что с этим было связано. В большей степени грузы я покажу их дальше на слайдах. Хронологию событий. То, с чем пришлось столкнуться. У нас сегодня в зале эксперты, которые не понаслышке знают, что такое спасательная операция, что такое общая авария. И у нас есть участники в зале, которые... Грузы, которые были на борту, кто принимал участие в общей аварии тоже. Вообще, в принципе, знаете, вся эта история напоминает такой триллер с прокуратурами, отделами полиции, огромным количеством претензий, которые мы получали. Это, конечно, интересно. И, как я сказал на одной из конференций, без чувства юмора в этой истории можно было бы сойти с ума. Не то, что нам весело, но все-таки, как иду, и чувствую это должно быть. Я хотел бы гостям в зале напомнить, что мы в прямом эфире, у нас это онлайн-трансляция. Я приветствую всех, кто нас смотрит и слушает сейчас. Я хотел бы представить экспертов в зале, прежде всего, Андрей Дальчукруненко, компания Remedy, известный у нас... Встать программу? Можно встать? Станислав Стопин, ревист компании, в том, что я не знаю. Сегодня у нас, к сожалению, часть экспертов не смогла быть. Владимир, к сожалению, слег с высокой температурой очень, но я, насколько знаю, у нас смотрит. Я приветствую также наших коллег из Альфа-Страхования, которые сейчас онлайн подключены и в эфир выйдут чуть позже. Также мы в Телеграм-канале в нашем анонсе говорили о том, что у нас будет загадочный гость. Я рад представить. Будет прямое исключение из Лондона. Поверьте, это было непросто. Это было очень непросто. Прежде всего, так сказать, по политическим вопросам. Но мы прошли проверку на санкционность. Все в порядке. Поэтому сегодня в эфире у нас будет в 12 часов в московском времени представитель компании из Пашора, из Лондона, господин Дэниел Гиббинс. Поэтому дискуссия будет очень интересна. Мы сегодня светим много проблемных вопросов, развеем, как называемые фейки, которые возникали. Что такое бизнес-завтрак в понимании большинства? Это милая встреча единомышленников, где просто как-то люди проводят время, и даже какие-то вопросы, которые там поднимаются, обычно несущественны. Этот же бизнес-завтрак действительно решает серьезный деловой бизнес-вопрос. На кону несколько сот миллионов. справедливо было бы, потому что, исходя из практики, сложившейся в мире спасательной даты, это где-то 10 до 20%. Пусть у нас в комментарии кодексу торгового и плавания кто-то придумал и написал 10%, непонятно откуда, но вот нормальная практика из сайта Лойда идет где-то 15-20% спасательной операции. Потому что все забывают, что таких денег, денег не с того ни с сего, но все забывают, что спасательные операции проводятся не каждый день. А спасатели должны поддерживать свой взвод в хорошем состоянии, должны нанимать хороших специалистов, у них есть расходные материалы и так далее. Поэтому тоже, опять же, работающие в городском пароходстве первый раз должно в общество со спасательной операцией тоже разбудился. Как это Вайсмюрлер запросил 20% от стоимости суда. Но строковщики сказали, они там на Азорских островах стоят месяцами, а спасают, может быть, раз в год. Ну вот. У всех свои себе стоимость. То есть мы должны ожидать каких-то нововведений в кодекс торгового и плавания. Весь в ракон у нас бюрократия. Если нам удастся достучаться до федерального исполнительного органа и не нужно будет, например, обращаться в Думу с тем, что приносить эти самые изменения, в кодекс, чтобы уж четко было написано в 80-й статье, не давать разрешения в случае, если не получено обеспечение и не было спасательной операции, но где здесь все так ходят капитаны? Здесь как представитель суда владельцев я буду голосовать против. Вот такой бизнес-завтрак, организованный компанией C-Shipping, насколько он полезен, насколько он важен. Ну и вот про дискуссию, может быть, пару слов, потому что, наверное, к такому формату бизнес-завтраков не все привыкли, а можно даже сказать, все и не привыкли. Ну, мы, по крайней мере, мечтали поучаствовать в этом бизнес-завтраке. Наконец-то Алексей, ну, он и раньше нас приглашал, но здесь просто у нас появилась возможность и тема очень интересная, поэтому только положительные эмоции. Скажите, вот насколько действительно важно, чтобы все понимали те тонкости вопросов, которые вы освещали? Ну, понятно, что за деталями лучше обращаться к профессионалам, но все равно в качестве просвещения тоже хочется сделать акцент, насколько это хорошо и нужно. Ну, конечно, по крайней мере, это сбережение нервов, времени, средств. То есть люди будут знать, куда обращаться. Вот это самое главное. То есть, по большому счету, когда нас учили, ведь юрист тоже не может знать все, он должен знать, где найти ту или иную норму. А, соответственно, так сказать, наши клиенты должны знать, кому прийти, кто найдет эту норму. Ну, все упрощается, да. Уровень этого события беспрямое лечение международное. Трансляция будет вестись на нескольких языках, будут подключаться иностранные спикеры и будет синхронный перевод. Поэтому, что говорить, действительно, логистика объединяет разные страны по-настоящему. Здесь в зале собрались представители грузовладельцев, представители контейнерных терминалов Санкт-Петербурга, представители судовладельцев. В общем, стандартные участники любого судоходного процесса. И мы, со своей стороны, хотели бы задать вам определенный набор вопросов, которые мы получали от грузовладельцев. Общая авария – это не такое уж частое событие в Санкт-Петербурге, в акватории Большого порта Санкт-Петербурга в целом. Поэтому, естественно, многим непонятны определенные вещи. Суда, которые считали 400 контейнеров, стоят 100 миллионов. И поэтому, для того, чтобы можно было вернуться коммерческим операциям, необходимо использовать определенные матрицы поведения. И ведь это не просто дискуссия по поводу одной проблемы. Есть желание разобраться и решить этот вопрос на будущее, чтобы действительно понимать точно и досконально, как действовать в такой ситуации. «Виноват капитан или виноват, капитан, все равно расходы будут поделены». А вот это будет общая авария. Другой вопрос, что после того, когда участники морского предприятия принесут эти расходы, они смогут предъявить эти расходы тому, кто их причинил. Вот я считаю, что мы сегодня получили очень важную и интересную информацию, даже я для себя открыл что-то новое. Я задавал вопросы не только те, которые были у производополучателей судна «Флайн Фиш», которые были у начальника «Балтийской таможни», вопросы, которые были у других различных инстанций. Задавал также вопросы, которые были у меня. Потому что мне тоже хотелось разобраться в ряде нюансов для того, как говорится, кто знает, что может случиться. Вообще, в принципе, я бы хотел сказать, что перед тем, как начинать перевозку груза морским транспортом, нужно, в общем-то, изучить вообще, что может быть, какие риски могут вообще возникнуть в процессе. Потому что в море может произойти все, что угодно. Все, что примеров масса. В нашем зале находится Александр Александрович Виноградов, капитан с большим стажем работы. Если не ошибаюсь, в вашей практике посадки на мейл или ситуации, при которой объявлялась общая авария, не было. Можно вот так? Только комментарий. Александр Александрович, председатель независимой ассоциации морских агентов, который тоже состоит наша компания, у вас какой стаж вообще работы в море? 22 года. 22 года. А в статусе капитана? 7 лет. Конечно, очень приятно, что проводятся такие мероприятия. Очень полезно для всех структур, которые заняты в этом морском бизнесе. Очень полезно. И спасибо организаторам, что все, как всегда, великолепно. Вот познавательный момент. Это ведь хорошо, что очень многие будут знать какие-то нюансы, какие-то аспекты, которые они до этого не понимали. Естественно, потому что чем больше будет знаний у людей, тем это будет всем легче работать. действительно очень насыщенная была программа у этого бизнес-завтрака. Рассматривались общие аварии в Санкт-Петербурге, особенности страхования грузов при перевозке морским транспортом. что необходимо знать и учитывать при организации перевозки грузов в море и в каких случаях объявляется общая авария и многое-многое другое. Насколько актуален такой подход, насколько важно действительно общаться, может быть, именно в таком формате, дискуссии в том числе, мы узнавали у участников бизнес-завтрака. Это один из немногих примеров для всех нас, когда мы на практике можем все это разобрать, понять, сделать работу над ошибками. Главное, предупредить нашу клиентуру, я говорю про уважаемых грузовладельцев, которые, собственно, участники, владельщики за завшиве хозяйства, чтобы этого избежать в дальнейшем. Все, что мы знаем и то, что коллеги прекрасно говорили, ребята, страхуйте груз, и все будет хорошо. Здесь, опять-таки, миллион вопросов. Это уже шаблонная фраза, которая сейчас не работает. Константин, о важности такого бизнес-завтрака и необычной формы, потому что мы, наверное, привыкли, что бизнес-завтраки это просто милая встреча приятных людей, а здесь и дискуссия, и освещение важных вопросов, и просветительская миссия. Да. Ну, для меня это обычное явление. Я еще в прошлый раз при первом бизнес-завтраке Алексею сказал, что это формат нестандартный, но он очень хороший. Днем разрываешь день, вечером все свои планы, а утром как раз собраться, поговорить, перекусить заодно. Это формат, который для всех приемлем позволяет собрать наиболее количество людей. Это, во-первых. Во-вторых, просвещение это великая вещь, я это знаю не понаслышке, и та ситуация, за которой собрались все, а это объявление общей аварии в феврале текущего года, выявило, что не у всех есть даже теоретические знания, но даже если есть знания теоретические, этого недостаточно. Нужна практика, нужны советы экспертов, и то, как все участники транспортного процесса отработали эту ситуацию, говорит о том, что у нас в Петербурге прекрасное экспертное сообщество, команда, которая может работать. Это такая очень хорошая традиция, которая всегда была, еще во времена бытия здесь наших глобальных операторов, вот сишипинг эти традиции несет и дальше, собирает сообщество, профессиональное, и это в принципе и есть такой просветительский момент, когда люди приглашаются, профессиональные люди приглашаются как слушатели, как участники, и это как минимум интересно, красиво и безусловно полезно. Мы подписываем соглашение, которое как раз регулирует вопрос корректировки. Оно защищает и нас, если вы про нас спрашиваете, в прибыли, оно защищает и буду взаимодействовать. Александр, Елена, большое вам спасибо за участие в нашем мероприятии и за раскрытие информации очень ценной и важной. Я уверен, что после нашего делового завтрака количество клиентов у вас выросло, но хотел бы сказать, чтобы количество страховых случаев все-таки было меньше. Мы пожелали, чтобы у нас общих аварий было меньше, но целую утонул. Так что с желаниями надо аккуратнее. Спасибо вам большое еще раз. Я так понимаю, что вы останетесь. У нас уже финальная часть делового завтрака. Вы продолжите наблюдать процесс. Важность такого события, как сегодня, насколько действительно хорошо и актуально освещаются такие вопросы, важные для логистики в дискуссии, а не просто при какой-то презентации. Коллеги, действительно, вопрос крайне редко возникающий, в Санкт-Петербурге уже подчеркивалось. И, в общем-то, это стало резонансным явлением в нашей среде возникшей и поразило самые разные вопросы, спекуляции, скандалы. Действительно, уже здесь подчеркивалось, что абсолютно большинство клиентов грузы свои забрали, но есть еще люди, которые, к сожалению, до конца не довели свою работу. И, конечно, задача именно просвещения, объяснения позиций не только перевозчиков, а на самом деле процесс перевозки задействовано громадное количество компаний. И общая авария это такая очень сложная вещь, потому что последнее, что здесь подняли, это, конечно, общение грузовладельцами, самыми главными с нашей точки зрения участниками перевозки, но есть и другие участники, которые напрямую в общей аварии не задействованы, но действительно несут прямые убытки. Вот, как здесь объявлялось, возможность повреждения кромки канала или, допустим, простой судного причала, и в этот момент порт не может обрабатывать другие грузы. Очень сложный на самом деле комплекс вопросов возникает и требуется общее объяснение таких мероприятий. Это, с другой стороны, помогает, конечно, понять друг друга, но и дает возможность, мы открыты, мы показываем свою открытость для клиентов, партнеров, вот, наверное, цель самая главная в этом. Мы во многом набираемся, кто-то может кому-то позвонить в какие-то моменты, а есть люди, которые, в принципе, много не знают, поэтому это тоже интересно, как это звучит, в простом виде донести до вакина. Поэтому, пользуясь случаем, я хотел бы на сегодня объявить наш деловой завтрак закрытым, мы подумаем, когда в следующий раз собраться, и следите за обновлением на нашем телеграм-канале. Спасибо большое. Спасибо. Алексей, ну вот в целом, как прошло это событие, и вот есть ощущение, что получилось осветить все аспекты, необходимые, важные, обозначенные в этих темах? У меня было такое ощущение, что мы на Кубу переместились, потому что мы еще даже экватор не прошли по времени, а из зала уже поступило предложение, когда мы встретимся в следующий раз деловым завтраком. Знаете, на Кубе так вот у них принято встречаться и сразу обсуждать, когда они встретятся в следующий раз. Дискуссии были интересные, все удалось, естественно, все вопросы не осветить за один присест, назовем так, и все-таки два с половиной часа это тоже достаточно такое испытание. одно дело, когда мы находимся в зале среди самих себя и имеем возможность подискутировать, есть аудитория, которая сидит у экранов компьютера или других каких-то экранов и наблюдает онлайн-трансляции, это все-таки другое, и, наверное, это, наверное, как-то менее интересно, но полезно, опять же, как онлайн-урок. Но в то же время очень интересная форма выбрана, дискуссия, не тот милый бизнес-завтрак, когда есть разные спикеры, представляют какие-то свои версии, свои темы, а здесь специальное такое, может быть, даже нарочитое обострение, но, тем не менее, приводящее к нужным результатам. Я за основу взял бизнес-завтраки одного известного банка, который проводится во время ПМФ. Мне понравился этот стиль ведения, эта форма ведения, то есть он живой, и во многом это, можно сказать, там дискуссии у тарелок. Но опять же, это экономит время, потому что сейчас мы разошлись, сейчас 13.30, и в общем-то есть еще время поработать. Поэтому, нет, в целом, я считаю, что такие надо вещи проводить, и почему мы сделали еще онлайн-трансляцию, чтобы расширить аудиторию, чтобы до большего количества людей донести эту информацию. одно дело тут мы посидим, поговорим, а другое дело, когда люди все-таки поучаствуют в этом, зададут вопросы, вот было два вопроса, кстати, очень интересные вопросы, жизненные, и это живая атмосфера, это очень интересно быть в этом. Я вот, честно сказать, за два с половиной часа, можно сказать, прямого эфира, стоя, не устал, наоборот, получил дополнительный заряд энергии. Потому что занят интересным, важным, любимым делом. Ну что же, до встречи снова в любимом деле. Спасибо большое. Мы анонсируем, когда будет следующий бизнес-завтрак. И вообще C-шиппинг задает тренды.